привет расскажи пожалуйста откуда ты из какого города и как попала на это мероприятие перезагрузка в сочи 3 дня со светланы лавровой привет привет я из москвы меня зовут наталья как я попала давно слежу за светланы за ее деятельности за ее образом жизни с ее образом если вообще в принципе за автономии то есть в эту тему я пришла именно к светлане через автономию вскоре начала понимать что как светлана говорит что автономия это побочка и нужно идти более глубины такие процессы и вот собственно за этими глубинными процессами хотелось приехать планировала ретрит в москве но думаю почему как долго ждать долго ждать больше месяца вот бы было здорово если бы пораньше что-то светлана создала буквально через пару дней мне приходит сообщение а кто вот хочет спонтанно организуем поездку в красную поляну кто хочет и я конечно же не задумываясь я и плюс эта возможность совместить отдыхом на море то есть такая в принципе перезагрузка время для себя и вот таким образом сюда попала скажи пожалуйста а что до мечты сбываются это точно что является явилась таким ключом доверия к светлане вообще почему вот именно на ее мероприятие приехала ты знаешь это трудно объяснить от ума это где-то вот отсюда но ответ откликается я за не наблюдала около полугода сначала с осторожностью как-то ну что-то не понятно да потом вот какие-то ощущения свои писала такой то есть по спирали ближе 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 глубже глубже и потом в какой-то момент я смотрю на нее я понимаю что это же я ну то есть это я это она говорит то что я чувствую она говорит то что мне отзывается и вообще в принципе вот эта вот энергия она прям моя моя и как-то вот из головы ушла в эти осознания не лезу именно слушаю свои чувства именно как как я внутри себя реагирую на светлану и на все что она несет то есть это не про личность ее а про ту энергию которая нанесет я так и воспринимаю что за эти три дня с тобой успела возможно произойти то есть вот насколько эффективным и полезным ты оцениваешь затраченный ресурс вот эти двадцать километров которые мы преодолели да ты знаешь это не только про 20 километров это так если посмотреть со стороны можно под подмышь не тесать на обычные выходные в приятной компании чудесных людей но это такие глубинные процессы внутри себя которые вот сейчас говорим я комара шами пошло это конечно это слезки рядышком потому что настолько она все очень тонко постараюсь это все облачить слова да во первых я здесь поймала состояние гармонии в котором давно уже вот настолько глубоко не находилась потому что когда ты нащупываешь именно вот себя ту самую действительно себя без каких-то масок без какой-то лжи себе в первую очередь до без желания быть хорошей девочкой или кем-то еще угодно для других ты просто начинаешь ощущать себя когда слон и говорит с кем-то ты просто это пропускаешь через себя и понимаешь до отзываются и какие-то пласты такие вот того что не мою они отлетают и ты остаешься наедине с собой и в этот момент понимаешь что не страшно быть собой потому что это за собой влечет но только только лучшее событие да и вот все вот эти вот страхи какие-то ограничения все вот эти вот социалом наложенные рамки они отлетают и они кажутся настолько несущественным понимаешь что ты больше чем все это и способен ну скажем прекрасно когда ты идешь сам с собой в гармонии и весь мир подстраивается под тебя все что не нужно она отваливается вот это вот состояние поймала для меня это состояние гармонии не знаю как-то она может тут звучит но тем не менее это то как я чувствую до сложных слова еще раз говорю облачить это все состояние вот конечно же да вот гармония и поиск себя потом в день когда мы ходили в горы да если вы честно говоря мне сказали что мы будем идти тысячи километров вверх очень крутой склон по которому мы поднимались и и 20 километров и без какой-то особой физической подготовки я бы сказал не нельзя ну давайте сегодня не в этот раз и да я подготовлюсь я еще не морально не физически не зазрела для этого и вообще не уверена что я хочу то есть я бы придумала 33 отговорки что вы не сделать этого вот но когда я уже оказалась там я поняла что во-первых это действительно опять работа над собой ну то есть почему я не хочу этого роста почему я не хочу выходить из зоны комфорта почему меня в этот вот точка роста и выход за грани своих каких-то возможностей которые я сама себе опять же придумала почему меня все это тормозит и я прямо вот считывал а вот это состояние скажем почему я боюсь этого роста почему я мне это некомфортно то есть прям физически телом я ощущала тело со мной говорила очень своеобразным языком и и да было классно наблюдать эти процессы и перри переступать через них проходить через них выходить в какую-то новую версию себя то есть это очень круто это очень круто а главное что ты понимаешь что все наши ограничения о том что я могу или не могу что это мне по силам ли по силам там готова не готова они все у нас в голове тело готово и в этот значит поймал такой момент когда я вот то как я себя воспринимаю я может все может вообще допустить любые мысли что не только поднимусь в эту гору но еще и взлечу из нее я я не устала устало тело и она она немножко другой и вот это вот связь вот эту поймать сначала развитие стрица до поймать этот вот разница между я и тело и потом это все объединить и чтобы стало гармоничным тандемом таким это вот прям интересно такой процесс пиво вчера весь день проживала и я вообще молодец и красоты сделали невероятный сары классный кстати вот что идут рядом с тобой такие же люди с виду особенно но ты понимаешь что они это делают и ты понимаешь что значит и ты можешь делать и вот эта поддержка вот эти вот люди ну прям люблю нашу команду такая синергия такое счастье что есть такие прекрасные люди которые и помогут и поддержат морально и вдохновят и своим примером и всячески вот и похвалят знаешь это такое состояние когда ты такая девочка ну да попали не поддержите меня и вот тут какие-то позиции жертвенности выпадаешь дай потом понимаешь зачем тебе все это просто кайфует жизнь и наслаждайся и вот эти вот все процессы я вчера проживала именно в процессе ну как в момент подъема спуска именно в физической нагрузке вот наташ как ты думаешь вот такое мероприятие вот такая перезагрузка на три дня вот для кого это кому это подойдет да всем всем абсолютно всем кто хочет побыть наедине с собой всем кто хочет наладить свои отношения всем кто хочет выйти на какой-то новый уровень осознание восприятия себя тут даже не про какие-то там духовные развития плотности и про все прочее да хотя это тоже очень важно и имеет место быть просто идите и делайте то что в обычной жизни наверное вам кажется неприемлемым или сложным или просто просто живите наслаждайтесь жизнью хочется так сказать классе подходит классное классное напутствие но мы еще увидимся на ретрите поэтому мы не плавили прощаемся надолго да но распаковки на самом деле запустились если как света проводится типа болтушки действительно это просто по болтушке но они так глубина достают все то что мы годами и веками запаковывали в себе аккуратненько репестками роз и периной припушили да вот она достает и показывает что вот это все нас тормозит и и оказывается не так она все страшно надо просто любить свою жизнь все эти процессы принимать себя такой какой то есть это очень ценно я вот благодарю светлана и всю команду которая организовала этот процесс и позволила мне погрузиться в себя глубже и познакомиться с собой без страха каких-то последствий это классно это очень ценно и мы очень рады что ты приехала благодарю